МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Начали помолясь. Международная конференция традиционной семейной ценности «Основа единства народов» открылась в Сухуме. Здесь бывших не бывает. День ветеранов, органов внутренних дел. Впервые отмечают в Абхазии. На территории Сухумской крепости открытие отчетного кузнечного фестиваля союза мастеров-кузнецов-оружейников Абхазии ХНАП. Международная конференция традиционной семейной ценности «Основа единства народов» открылась в Сухуме. Ее организаторы – Союз православных женщин Абхазии, Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и Абхазский союз туризма при содействии Дома Москвы. На пленарном заседании присутствовали глава МИД Абхазии Сергей Шамба, руководитель администрации президента Абисалум Кварчи, российский посол Михаил Шургалин, глава АПЦ Виссарион Аплия, представители Общественной палаты Абхазии. Подробности у Марианны Котовой. Началась конференция традиционной семейной ценности «Основа единства народов» с молитвы. Затем прозвучали гимны Абхазии и России. Открылось пленарное заседание конференции с выступления главы Абхазской православной церкви отца Виссариона. Он рассказал о самых истоках непослушания человечества и свои отклонения людей от традиционных семейных ценностей. И Бог дал благословение свое на семью. Это Адам, Ева, это наши прародители. Это семья, изначальная семья, которая была, но семья, которая не послушалась. Вот те заповеди, данные Богом, и результат плачевный, результат катастрофический, результат агрессивный. Непослушание привело к разделению рода человеческий, стал непослушным. Того, кто их создавал, того, кто дал им муж жизнь. На заседании звучало много мыслей о том, что для поддержания традиционных семейных ценностей необходимо эффективное функционирование соответствующих государственных институтов. Государства и общества должны действовать сообща. Важно выработать стратегию, направленную на поддержку многодетных семей, пропаганду традиционных ценностей, чрезобразовательные программы, средства массовой информации и культуры. Также необходимо развивать институты, поддерживающие семью, отцовство, материнство, укреплять роль религии в обществе, где вера помогает преодолевать внутренние кризисы и создает основу для духовного единства. В сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами Республики Абхазия мы вместе будем искать решения для укрепления института семьи, повышения рождаемости, а также для выработки новых подходов к воспитанию молодежи в духе любви, верности и ответственности. Именно приверженность традиционным семейным ценностям объединяют Россию и Абхазию, говорит посол России в Абхазии Михаил Шругалин. Во многом благодаря этому, по словам посла, Россия оказывает широкомасштабную финансовую помощь республике. Россия оказывает финансовую помощь в прямой подпитке абхазского бюджета, а также в финансировании инвестиционной программы. Тех проектов, которые в силу разных причин Абхазия не могла бы осуществить самостоятельно. Вот буквально рядом находится библиотека имени Горбаскира. Она приведена как бы в современное состояние благодаря финансовому содействию Российской Федерации. И таких объектов очень много. Почему я об этом говорю? Что вот все эти перечисленные направления нашего сотрудничества, они подпитываются традиционными ценностями, на которых базируются. Ценностями, которые разделяют и россияне, и Абхазы. Как подчеркнул глава МИД Сергей Шамба, Абхазия всегда жила на пересечении культур. Абхазские традиции мирно сосуществовали, с уважением соседствовали с самыми разными мировыми тенденциями, создавая атмосферу мультикультурности. Это сохраняется и сегодня. У нас здесь, в Абхазии, такой синкретизм разных религий, которые живут в мире и согласии. Вот на небольшом пяточке земли, в центре города стоят православная церковь, кирха, костел, синагога. Немного вдали от них есть молильные дома баптистов, пятидесятников, кришнаитов и все другие религии здесь представлены и мирно сосуществуют. И мы хотим сохранить вот эту культуру, которая создавалась веками. Абхазия была всегда связана с великими цивилизациями. Это и Древняя Греция, Рим, Персия, Османская империя и, в конце концов, Российская империя. Через российский мир, через русский язык мы, Абхазы, узнавали, познавали мировую культуру, мировую литературу, науку и прочее через русский язык. Поэтому считаем себя частью русского мира. И сегодня наши парни на фронтах специальной военной операции защищают этот русский мир. Среди гостей конференции представители КСОР с самых разных стран. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Сирии Анастасия Колескина рассказала, что ее организация объединяет более тысячи человек. Им есть чем поделиться на православном форуме. Так как это все-таки форум православных женщин, а Сирия – это колыбель православия, то есть православие пошло именно оттуда, мне бы очень хотелось наладить связи между православными женщинами в Сирии и православными женщинами в России, Абхазии и в других странах. Русский язык в Сирии воспринимается как язык надежды, язык мира, потому что именно после того, как пришли российские ВКС в 2015 году, а вы знаете, там было очень трудное положение, то есть вся Сирия уже была под боевиками, пришли российские ВКС и постепенно за несколько лет эта ситуация у нас нормализовалась. Почетным гостем конференции стал глава совета старейшина Палун Думаба. По его словам, традиционные семейные ценности у Абхазов всегда стояли на первом месте. Всемирные ценности превыше всего всегда у нас у Абхазов считалось. Это обычаи все, значит, всемирные ценности всегда у нас соблюдалось. Я сам из многодетной семьи у наших родителей у нас было 10 душ, детей и все образование отдали и все. Потом всегда обучали нас уважение ближайшего соседа, родственников, соседей. Цель конференции объединения усилий общественных деятелей исполнительной власти и церкви в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей. А чтобы усилия эти были не напрасными, к участию в дискуссии привлекли депутатов, членов правительства и чиновников, от решения которых во многом зависит крепость фундамента, на котором семейные ценности держатся, закона и помощи государства. В парламенте в ходе заседания Комитета по обороне и национальной безопасности был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон об оружии, авторы которого предлагают усовершенствовать и дополнить установленные законодательством нормы по обороту служебного оружия. В изменениях предлагается разрешить должностным лицам государственных органов и работникам юридических лиц хранение, ношение и применение служебного оружия только во время исполнения служебных обязанностей. Дополнить перечень возложенных на этих лиц законом обязанностей, а также наделить Национальный банк республики и кредитные организации правом приобретения и пользования служебным оружием. Депутаты единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. День ветеранов органов внутренних дел впервые отмечают в Абхазии. Торжественное мероприятие началось с вноса знамени органов внутренних дел и исполнения государственного гимна республики. Участникам торжественного собрания показали специально снятый документальный фильм о ветеранах органов внутренних дел и их вкладе в победу в отечественной войне народа Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут поздравил ветеранов с праздником от имени президента Аслана Бжане ветеранов органов внутренних дел поздравил вице-президент Бадра Гунба. Слово Элеоноре Гилаян. Многих здесь только одна запись в трудовой книжке принят на работу в Министерство внутренних дел. Ветераны правоохранительной системы не уходят на пенсию даже уйдя на нее. Работа для них становится синонимом жизни. Владимир Джинджоли ополковник в отставке. Сегодня он возглавляет совет ветеранов МВД и говорит, что 25 октября было важно начать отмечать официально. Раньше ну как ветеранская организация не существовали но конкретно такого дня официально учреждена не было. Мы в этом году эту дату учреждили учредили и теперь ежегодно 25 октября мы будем праздновать День ветерана МВД Республики Абхазии. У нас ветеранов много. Ветеранская организация объединяет очень много бывших сотрудников более полторы тысячи человек. У нас создан совет ветеранов который над ними руководит во всех районах созданы первичные организации ветеранской организации. Я возглавлял Тукуарчейскую городскую милицию в городе сухом замначальником УВД был и подряд 15 лет руководил кадровым аппаратом МВД. Сейчас совет ветеранов. Любите свою работу? Я очень люблю. Я кроме своей работы занимаюсь творчеством. Я рисую. Я бывший член Союза художников СССР. Еще тогда пишу стихи, пишу прозу. Книга моя вышла тоже недавно. Минимум два десятка лет нужно отработать в системе, чтобы стать ветераном МВД. Многие работают гораздо больше. Так минимум пока позволяет здоровье. Герой Абхазии Сергей Матосян говорит, что главное в работе милиции нужность обществу, как бы это общество милицию не критиковало. Вообще сама система МВД важная структура в любом государстве, хотя так скажем в массах мы не очень популярны, так мягко выражаясь, не зряя на то, что вроде бы мы призваны защищать и защищаем интересы граждан, но граждане не всегда нас так вот. Но это очень важно. Ни одна страна в мире не обходится и не обходилась, и не обойдется без системы правоохранения. А потом, знаете, здесь много ребят очень достойных, очень достойных людей. И абсолютное большинство людей в погонах, в данном случае в милицейских погонах, это очень порядочные люди. люди преданы своему призванию, своей работе, своей службе. Я люблю форму, не просто форму как символ, а форму как предназначение, потому что это почетно. На торжественном заседании в честь дня ветеранов органов внутренних дел приняли участие экс-министры МВД разных лет, руководители силовых структур, коллеги из России и, конечно, сами ветераны МВД. С приветственным словом к присутствующим обратился министр внутренних дел Роберт Киут. Сегодня наши старшие коллеги вносят огромный вклад в воспитание и в становление молодых сотрудников. В наших рядах служили герои, ординоносцы, сотрудники милиции, которые отдали свои жизни за независимость нашей Родины, погибшие на поле боя во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные периоды, неся службу в самых горячих районах республики, защищая безопасность граждан и правопорядок в стране. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего. История милиции исчисляется вторым столетием и сегодня мы несем службу стойко, встречая все вызовы времени. В МВД Абхазии трудятся ветераны органов внутренних дел, страж и опыт работы которых является примером профессионализма и офицерской чести. Уже несколько поколений сотрудников милиции, курсантов, стержень, который нам передает от наставников, объединяет нас и делает непобедимы перед любыми испытаниями. Поздравительный адрес от имени главы государства зачитал вице-президент Бадра Гунба. Товарищи офицеры, поздравляю вас с днем ветеранов органов внутренних дел Республики Абхазия. Считаю важным и своевременным учреждение этого праздника. Мы обязаны ценить многолетний труд и заслуги перед страной тех, кто посвятил свою жизнь обеспечению законности и борьбе с преступностью. Ветераны занимают особое место в системе правоохранительных органов. Ваш большой профессиональный и жизненный путь незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, чувства долга перед Родиной. Вы принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. В тяжелые послевоенные годы, несмотря на трудности, рискуя жизнью, вы охраняли закон и порядок в нашем государстве. На торжественном заседании выступили также ветераны МВД, зачитали поздравительные адреса от российских коллег. Приказом Роберта Киудза личный вклад в дело укрепления сотрудничества и взаимодействия между ветеранскими организациями были награждены сотрудники МВД России. Также был показан фильм о ветеранах Министерства внутренних дел Абхазии. Позавтра коллеги поужины независимо или просто так ушли, разошлись по оппозиции и нет. Пять минут или час погиб. Вот самое страшное, самое тяжелое для нашей жизни что было для себя. Первое, войну прошло, не прошло, провоевал и все готово. Полную версию фильма смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Элеонора Гилая, Тимур Гугохия, Абазатовая. А накануне министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с руководителями следственных подразделений. Следователи МВД Абхазии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководящего состава следственных подразделений по теме организация деятельности органов предварительного следствия, а также практическую стажировку. Тень в истории. 25 октября 1809 года родился Соломон Званба, первый абхазский этнограф. Он родился в дворянской семье, помимо русского и абхазского языков свободно читал и писал на французском. Опубликовал ряд статей, посвященных быту и верованиям абхазов. Званба объездил почти всю Абхазию в поисках этнографических материалов. Соломон Званба был кадровым военным царской армии России, он погиб в чине подполковника в сражении на Ингури во время Крымской войны. 25 октября 1939 года Совет народных комиссаров Грузии принял постановление о переселении на 1940 год. План переселенческого отдела предусматривал строительство 700 жилых домов в Абхазии. На эти цели выделялось около 30 миллионов рублей. 35 лет назад, 25 октября 1989 года, начали издаваться газеты Народного форума Абхазии на абхазском и русском языках Айтгалера и Единение. Главным редактором газеты Айтгалера стал Геннадий Аламе, Единение, Николай Джонова. Третий фестиваль кузнецов-оружейника в Абхазии проходит на территории Сухумской крепости. Мастера кузнечного дела представляют разные способы изготовления оружия, рассказывают о видах стали и способах производства и даже разрешают желающим поучаствовать. Кроме того, в Сухумской крепости представлена экспозиция древнего и современного оружия из фонда Союза кузнецов-оружейников ХНАПП. Подробнее Надежда Боровикова. Джгуат Зардания мастер кузнечного дела из Гудауты. Побывав три года назад на первом фестивале кузнечного искусства в этнопарке Апсны, он так увлекся процессом, что остался там на год. Со временем Джгуат Зардания оборудовал собственную мастерскую в селе Лыхны и теперь признается, что кузнечному делу он посвящает три четверти своего времени. На третий фестиваль он приехал как участник со своим газовым горном и будет ковать клинок из дамасской стали. При технологии дамасской стали, ну так называемой, им необходимы разные сорта стали. Какие-то должны быть темнее, какие-то должны быть светлее, какие-то должны блестеть. Это все придет контрастность. И все в основном эти материалы и так возможно и под ногами что-то можно найти, я не знаю, старый гвоздь какой-нибудь. Все это вместе скомбинировать, все это можно делать. Но это нужно время, знание, в первую очередь нужно знание. Разогревается заготовка, ну пакет. Когда дойдет до определенной температуры, это будет посыпаться все флюсом. Это тетраборат натрия, по-простому бура. Оно растворяет все оксиды, которые покрывают внешние части стали, пластины. И когда разогревает, растворяется. И когда начинаешь ковать, при давлении, оно все выжимается, происходит диффузия металлов. То есть, молекулы один в другой входят. Все, это и есть по сути температура и давление, это и есть суть кузнечной сварки и в частности дамаска, что имеется сейчас. Неподалеку от газового горна Чгуада-Зардания Горанчкадуа разжигает уголь для своего изделия. Сталь он использует не дамасскую, попроще. Это углеродистая сталь. Ресорная, так можно сказать. Сейчас я делаю абхазский накладной нож. Просто, когда услышал, что кузня открылась, я заинтересовался. Это уже лет 20 тому назад был. Я пришел, мне понравилось, познакомился с Тимуром Дидзария. Пару раз показал, мне этого достаточно было. И я сам все, уже сам начал. Сегодня в Союзе оружейников Абхазии состоит 21 мастер кузнечного дела. И это третий фестиваль, который они проводят. Здесь можно посмотреть, как работают другие, а можно и самому подержать в руках молот и клешни. Впрочем, не только кузнецы представляют здесь свою работу. Например, кузнец Дату Гергедава работает в тандеме с мастером-кожевником Эдема-мкогония. На данном этапе мы с Эдемом-когония собираем кавказский пояс. Это детали кавказского пояса, это сыромятная кожа, и плюс еще наши работы. Это я еще по совместительству кую пхазские национальные ножи. Вот мои работы. Тамасская сталь. нас уже многие знают насчет реализации проблем нету. Я увлекаюсь уже больше семи лет. Наконец-то в этом году я построил уже свою кузню на новом районе. Ну, есть еще доработки, но ничего, с Божьей помощью все будет хорошо. А так я до этого работал. Вот здесь есть парень Давид Дьобо. Ну, я у него учился. Я делаю чехлы на ножи. Вот. Вот этот национальный нож. Вот. Вот так вытаскивается. Вот это специально хвостик делается, чтобы вытаскивалось. Вот именно вот так вот. Вот. А это кнут для лошадей. Называется Акамчи по-абхазски. Размером пять штук вот так вот идет. Вот так мерье раньше. Да, это делаю я из сыра мятки вот такой кожи. А здесь тоже я сам выделываю кожу. Вот. все я. Вот. Вот материал, из чего я делаю. Вот, пожалуйста. Третий кузнечный фестиваль можно условно поделить на две части. Это опытная площадка, где кузнецы демонстрируют мастерство, и выставка, на которой представлены современные работы членов Союза оружейников, а также археологические артефакты, найденные на территории Абхазии. Основная масса из представленных здесь предметов археологических это предметы найденные на руинах сгоревшего Абги. Тогдашними мастерами, которые уже занимались этим делом кузнечным и профессиональными нашими художниками это Тимур Цизаря и Батал Джопуа подняли из пепла можно было сказать вот эти вот предметы и принесли в государственный музей. Эти предметы для научной деятельности уже не представляли интерес, так как была утеряна их основа, то есть где был предмет найден, как лежал воин, на какой глубине залегал тот или иной артефакт и составить научную картину для данных предметов уже не представлялось возможным, поэтому интереса для государственного музея эти предметы не представляли, они хранились у них более 30 лет. с момента создания союза оружейников мы начали формировать фонд, в который передаются случайные находки людьми, привозят абсолютно там вплоть до гвоздика наконечника стрелы по одной штучке, мы это все собираем. Все эти артефакты, а также лучшие современные работы мастеров оружейников Абхазии будут представлены в музее. Сухумская крепость уже выделила под эти цели северо-западный бастион. В течение трех лет там завершатся археологические работы, после чего Союз оружейников приступит к ремонту экспозиционного зала. Фестиваль кузнецов оружейников продолжится в субботу 26 октября, если не помешает дождь. Надежда Боровикова, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Наши анонсы в субботу 26 октября в вечернем эфире Абаза ТВ смотрите седьмой сюжет из серии «Культурное многообразие. Потенциал для развития», подготовленный Раззитой Герман в рамках проекта фонда Осарки. Героиня сюжета преподаватель музыкальной школы в Творчале создательница скрипичного ансамбля Капричо Нина Багаева. Знакомьтесь, это скрипичный ансамбль Капричо, единственный во всей Восточной Абхазии. Его бы не было, если бы педагог Ольга Александровна Багаева не переехала жить в Абхазию пять лет назад из Самары. А ну-ка, скажите, там фишка, фишка, фишка вот в этом танце. Как это на букву «С» называется у нас? Фишка-то? Что мы так называем? Синкопы. Что такое Синкопы? Вот это перенос сильный злобный Ольга часто ездила отдыхать в Ачемчиру, узнала, что уже несколько десятилетий в музыкальной школе не учат игре на скрипке. Это был сигнал, что она сможет стать полезной там, куда тянуло ее сердце уже давно. Я всю жизнь работала с ансамблем скрипачей, очень это люблю, сама играла и в ансамблях, и в оркестрах, поэтому вот такая вот как бы задача, наверное, такая вот, чтобы звучала скрипка. И она звучит, да еще как. Сейчас на репетиции оркестра приезжают дети из Гала и Ачемчиры. Сама Ольга ездит сюда из Ачемчиры дважды в неделю, а в другие дни учат детей скрипки у себя дома. В нашем субботнем эфире также смотрите мастер-класс заслуженного работника культуры Абхазии музыковеда, преподавателя Сухумского музыкального училища имени Чичба Асида Царгуш. Тема «Абхазо-российские культурные связи от древности до современности». Мастер-класс осуществлен при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках международного музыкального конкурса Алисы Гицба. На Абаза-ТВ новый выпуск культурного перекрестка. Гость выпуска абхазский режиссер Наур Гармелия. Режиссер фильма «Последняя цена». Фильм был удостоен в 2024 году сразу нескольких премий на международных фестивалях. Авторы и ведущие Батал Кубахи и Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра. Сегодня хотелось бы проговорить о кинематографе. Конечно, нам не удалось пока посмотреть фильм Наура Гармелия «Последняя цена», который удостоен таких высоких званий и наград, но мы с Баталом Самсоновичем готовимся в ноябре посмотреть абхазскую премьеру этого фильма, а сегодня решили пригласить его автора. Вначале легко ли быть популярным? Да я не ощущаю никакой популярности вообще никак не сказывается, помимо того, что вот зовете на передачи. Зовете вашу провокацию обо всем. Нам после мастерской не было страшно ничего вообще в принципе, мне кажется, страшнее уже не будет, поэтому мы, когда вышли, не были потерянными какими-то студентами, которые только вышли и не знают, что делать, как жить и существовать в профессии. Автору, у меня такой вопрос. Вот в одном из интервью вы сказали, что ваш любимый режиссер Куросава. Для меня Куросава это и есть Япония, а другой Японии я не знаю и в принципе мне она наверное не так интересно. Поэтому я думаю, что он создал свою Японию, свой мир. Я вот сейчас думаю, что если взять Миллера и все его сыновья и перенести плоскость Абхазии, того, что у нас происходило, чуть-чуть изменив даже диалоги, это было бы колоссальное кино, но никто у нас и тексты. Биологию нужно будет адаптировать под абхазскую реальность, то от Миллера мало что останется, мне кажется, кроме мыслей и смыслов. Означает ли это, что ты не хотел бы снимать кино по чужим сценариям, по каким-то классическим произведениям? Ты хочешь сам создавать сюжеты, которые вот хочешь снимать? В какой-то степени да, потому что это мне будет в любом случае ближе, но сейчас я написал... И легче. И легче тоже, конечно. Вот мне интересно, легче или ближе, легче, да. То есть материал должен быть свой? Когда ты берешь чужое произведение и пытаешься сохранить автора, а себя отстранить от этого дела получается, во всяком случае, исходя из моего опыта, получается не по-настоящему, не честно. Да я был разговорчив, мне кажется. Это в смысле сегодня разговорчивый вариант? Мы сегодня видели вариант разговорчивый, это хорошо. Культурный перекресток с Науром Гармелия смотрите 27 октября в нашем воскресном эфире. Новости науки. Второй Абхазский форум молодых ученых завершил свою работу в стенах конференц-зала Ботанического института, Института сельского хозяйства, Академии наук Абхазии подвели итоги работы Второго Абхазского форума молодых ученых. В нем приняли участие 40 человек, из них 12 молодых ученых подготовили научно-исследовательские работы в области гуманитарных, социальных и общественных наук. 13 участников форума поделились своими исследованиями в области точных наук. 15 молодых ученых выступили с докладами в области медико-биологических наук. Участники форума представили свои исследования в трех секциях. Исследования затрагивали актуальные темы от образовательных стандартов высшего образования до изучения инновационного препарата коклюшной вакцины на экспериментальной модели детенышей обезьян вида папио-хамадрес. Главное спортивное событие этой осени 26 и 27 октября в столице Абхазии впервые будет проходить Сухумский марафон. В пятницу началась регистрация участников. Внимание автомобилистам! В связи с вводимыми ограничениями движения в городе Сухум МВД Абхазии обращается к жителям и гостям столицы с убедительной просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте в центре города Сухум 27 октября. Участникам свадебных кортежей в этот день рекомендуется заведомо определить маршруты проездов к достопримечательностям с учетом введенных ограничений. На схеме предоставлены все направления проездов в черте Сухума. Перекрытия улиц будут осуществляться с 7 утра до 16 часов. По окончанию марафона все ограничения будут сняты. Уважаемые жители и гости города Сухум в связи с проведением столицы Абхазии 27 октября текущего года Сухумского марафона будет ограничено движение автотранспорта по следующим направлениям. Жители микрорайона Маяк движение спортсменов начинается от пивзавода по улице Адлейба. Движение транспорта будет разрешено по улице Адлейба с сужением проезжей части. По левой части будет разрешено двустороннее движение, по правой части будут двигаться спортсмены. На перекрестке улицы Ардземба также будет организовано двустороннее движение с сужением проезжей части проспекта Аяйра. Для избежания заторов разрешено 27 октября двигаться по встречной полосе улицы Ардзенба, двигающейся автомобилей с района Маяка, до перекрестка Ардзенба-Агумава. Перекресток Аяйра-Агумава, проспект будет закрыт. Движение будет предоставлено только спортсменам. Также будет перекрыта частично улица Имама-Шамиля от проспекта Аяйра до набережной Махаджиров полностью. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые водители, что проспект Мира будет закрыт полностью на всем его протяжении от улицы Агумава. Проезд от одной части города со стороны улицы Кугонья к другой части города, в сторону улицы Ардзенба, будет разрешен по улице Джонуа, улице Аршба, а также в дальнейшем улице проспекта Леона. Движение по улице Лакоба будет с сужением проезжей части. Основная часть будет предоставлена спортсменам. По левой крайней полосе будет движение транспорта по направлению Красного моста. Отрезок от 14 школы до поворота АГУ. Правая часть ближе к морю. Проезжей части будет предоставлена для бегунов. Левая часть от 14 школы до поворота АГУ будет предоставлена для двухстороннего движения транспорта. Уважаемые водители, просим вас, будь бдительным и внимательным, особенно на таких специфичных участках, где будет в этот день выстроено новое движение транспорта. Соблюдайте скоростной режим. Уважаемые граждане, в связи с вводимыми ограничениями движение «Убедительная просьба» воздержаться от поездок на личном транспорте в центре города Сухунь 27 октября. Перекрытие улиц будет осуществляться с 7 утра до 16 часов. По окончанию марафона все ограничения будут сняты. Стартовый выстрел для марафонцев прозвучит 27 октября в 9 часов 10 минут. Маршрут марафонской дистанции начнется с площади у Абхазского драмтеатра имени Чанба и пройдет по трассе мимо главных достопримечательностей Сухума. Участников и гостей Сухумского марафона, который будет впервые проходить в Абхазской столице, ждет насыщенная культурная программа с фестивалями, посвященными музыке, танцам, национальной кухне и виноделию. Спортивное мероприятие организует московская команда «Беговая история» при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации триатлона Абхазии. 26-27 октября на Бзыбском ипподроме состоится чемпионат Абхазии по конному спорту. В программе чемпионата запланированы скачки на дистанции 1400, 1600, 2000, 2400 и 3200 метров. Наездники также планируют показать свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка. Организаторы Государственных комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии. Данил Басария стал победителем Никита Лежия Серебряным, а Максим Адлейба бронзовым призерами первенства Калининградской области по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года, сообщает Госкомспорт. Данил Басария выступал в весовой категории 65 килограммов, Никита Лежия и Максим Адлейба 61. Тренируют спортсмена в разме Колобян и Игорь Бирая. Алхас Лагула в паре с Эльдаром Гюль стал победителем чемпионата России по нардам в дисциплине «Короткие нарды пары». Спортсмены представляли Краснодарский край. В финале они обыграли пару из Москвы Мгер Джигарян, Манвел Аветисян. Сейчас о погоде. В выходные дни 26 и 27 октября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу дождь разной интенсивности и продолжительности. В горах снег. В воскресенье без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11. Днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 20 градусов. Волнение морской воды значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова